Самое главное, доводы ИСЦА о том, что Булгаков является одним из активных членов незарегистрированной общественной группы, я часть Творца Единого Бесконечного Создателя, и называю себя Антон Рот Булгак, сами по себе достаточным и безусловным доказательством наличия у ИСЦА тяжелого психического заболевания не является, так как указанные идеи признаны и распространены среди всех членов этой субкультуры. Живые и живорожденные, поздравляю вас, вы официально признаны не психами. То, что вы являетесь живорожденными и живыми, это не является доказательством наличия у вас психического заболевания тяжелого, так как указанные идеи признаны и распространены среди всех членов этой субкультуры. Сума сходит по одиночке, массово с ума никто не сходит. Всем привет! Получил апелляционное определение Хантамансийского суда от 18 декабря 2018 года. Это то самое определение, благодаря которому меня отпустили из-за психушки. То есть, 19 октября судья Бурлуцкий назначил мне принудительное лечение, без моего присутствия рассмотрели дело. А потом мы подали апелляцию и 18 декабря, спустя 62 дня, решение Бурлуцкого было отменено в Хантамансийске коллегии. И меня отпустили. Очень интересное апелляционное решение определением. Коллегия рассмотрела госпитализацию психиатрический стационар в недобровольном порядке. По апелляционной жалобе от 19 октября, которым суд постановил, административное исковое заявление было подано психушкой. Так, о госпитализации гражданина психиатрический стационар в недобровольном порядке. Обратите внимание, в психиатрическом стационаре без его согласия в течение установленного закона срока. Срок не указан. Коллегия установила. Бюджетное учреждение. Психушка обратилась в суд с административным иском о госпитализации психиатрический стационар в недобровольном порядке. В обосновании требований указало, что 17 октября 2018 года в больницу с сотрудниками полиции был доставлен ответчик. Со слов сотрудников полиции. Все со слов сотрудников полиции. Ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности за неповинение законному требованию сотрудника полиции одного. Что выражалось в его неоднократном поведении, хаотичном размахивании рук, беспричинных вспышках гнева и агрессии, в виде выкриков, попыток физического насилия в отношении окружающих лиц. Ответчик является членом незарегистрированной общественной группы «Я часть Творца». Называя себя Антон Рода Булгак. Также со слов сотрудников полиции неизвестно, что ответчик постоянно высказывает идеи о том, что его хотят изнасиловать. Чушь полнейшая. О том, что он является гражданином СССР. Никогда не заявлял, что он гражданином СССР. О том, что все люди должны ходить без паспортов. Чушь. Булгаков ходит в самодельном шлеме, с которым ложится спать. Опа. А где шлем? Где фото, где видео, где показания, где документы, с которым ложится спать. Они еще пишут, что я был в шлеме, в камере. Туда, в принципе, невозможно принести шлем. Это в определении Бурловского тоже там написано. Также со слов сотрудников полиции, по сведениям граждан, отбывающим совместно с Булгаковым административным арестом, ответчик наносил себе телесные повреждения. Где суд, ментэкспертиза? Где это все? Где хоть один документ? Нету. При поступлении в отделение ответчик от лечения отказался. Естественно, у меня нет болезни, а чего мне лечить? 17 октября 2018 года он был освидетельствован врачебной комиссии, по заключению которой страдает тяжелым психиатрическим расстройством в форме параноидальной шизофрении с параноидным синдромом, который обуславливает его непосредственную опасность для себя и окружающих. Возникновение существенного вреда его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если он будет оставлен без психиатерической помощи. Как потом оказалось, один из участников этой так называемой комиссии, Гусейнов Фарид Альбертович, отказался от этого мнения. Он так и написал, «Наличие тяжелого психического расстройства по результатам его наблюдения в отделении не определяет его опасности для себя и окружающих, в связи с чем следует изменить ранее ему назначенный режим надзора на общий режим». Ну и, соответственно, на основании слов, на основании якобы какой-то комиссии, они выносят судебный акт о дальнейшем содержании в психиатрическом стационаре. В апелляционной жалобе и дополнениях Булгаков просит решение суда отменить, полагая его незаконным. Требования мотивируют тем, что оснований предусмотренных законом для его принудительного помещения в стационар не имелось, так как ранее он на учете у психиатра не стоял, на стационарном лечении не находился, жалоба должностных лиц, с которыми ему приходилось обращаться в течение жизни, на его поведение не поступало. Привод его в психиатрический стационар с сотрудниками полиции считает необоснованным обвинение в склонности к самоубийству и агрессии сфабрикованными. Но об этом видео есть, посмотрите. «Сургут в кругу первым» называется, так как никаких доказательств этому не предоставлено. Не представлено. Так и есть. Судом не дана оценка представленному истцом медицинскому заключению, которое было составлено без его обследования. То есть не по медицинским документам, а только со слов сотрудников полиции. Диагноз и тяжесть заболевания истцом не обоснованы. Судебно-психиатрическая экспертиза судом назначена не была. Не было экспертизы. Они вот сами между собой решили со слов сотрудников. До помещения в психиатрический стационар с психиатрической освидетельствием не было проведено. Вот вам, пожалуйста. На пустом месте, в психушку сдают. Судебное заседание было проведено в его отсутствии, что лишило его права защищать себя. Еще и выгнали из заседания суда. Назначенный судом адвокат действовал вопреки его воле, в ущерб его интересам. Еще и адвокат, назначенный мне, действовал в ущерб мне. То есть доказательств нет, выгнали из заседания, и еще адвокат против меня действует. Нормально? Вот это правосудие РФ называется. Кроме того, в резолютивной части решения суда судом не указан срок принудительной госпитализации, а формулировка в течение установленного законом срока противоречит части 6, статья 180 Кодекс Административного судопроизводства Российской Федерации. То есть Бурлузский просто вот бессрочно назначил лечение. Вот хотите его, лечите его, хоть всю жизнь, до смерти. И только от врача теперь зависит, сколько он там пробудет. Захочет, врач отпустит. Не захочет, не отпустит. И так всю жизнь. Вот такие решения не выносит. Понимаете? Хотя обязаны указать срок. На какой срок? В возражениях на апелляционную жалобу представитель бюджетного учреждения, в общем, психушки, просил решение суда оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения в обосновании возражений указал, что ответчику было предоставлено право участвовать в судебном заседании, однако меня выгнали с него. Однако в связи с его неадекватным поведением, неадекватным поведением они называют то, что я требовал удостоверить личность лица в черной мантии, его полномочия и должность. Это что, неадекватное поведение называется? У них была копия моего паспорта, у них был мой паспорт, то есть они удостоверились в моей личности, а я, значит, не могу удостовериться в их личности и полномочиях. Вот на слово верь, что вот это лицо в черной мантии является судьей, и все. Вот я на самом деле вот это называю неадекватным поведением. Если человек верит на слово, лицо в черной мантии, что он является судьей, вот это и есть неадекватное поведение. Эмоциональным возбуждением и негативным настроем. Ну а как можно относиться к тому, что тебя по беспределу хотят лечить всю жизнь? Несмотря на неоднократные замечания суда, он был удален из зала судебного заседания. Наличие у ответчика тяжелого психиатрического заболевания было подтверждено заключением врачебной комиссии, при принятии которого комиссия исходила из-за состояния Булгакова. При его смотре, а также учитывая неоднократные сведения из УМВД по городу Сургута о том, что Булгаков является одним из активных членов незарегистрированной общественной группы «Я часть Творца» «Единого бесконечного создателя», ну это они сами написали так, «Я ответчик представляет непосредственно опасность для себя и третьих лиц». То есть от того, что я где-то там создал страничку ВКонтакте и назвал ее вот так, все, я опасен для окружающих. Так получается. Ответчик представляет непосредственную опасность для себя и третьих лиц, так как по информации, полученной в рамках оперативно-розыскных мероприятий, он склонен к самоубийствованию и нанесению себе телесных повреждений. Ни одного документа не предоставлено, это все со слов сотрудников полиции. Тайна оперативно-розыскной деятельности является государственной тайной, охраняется законом, правдивость полученных в результате такой деятельности сведений оспариваться не может. Психиатрическая больница считает, что вот все, что сказали оперуполномоченные полиции, это является правдой и оспариваться не может. Завтра они придут и скажут на этих же врачей, вот они, тоже у них расстройство может какое-то есть. И что, вы сами себя будете лечить? Доводы, жалобы о том, что медицинское заключение было составлено только со слов сотрудников полиции, является необоснованным, так как перед обращением в суд Булгаков был освидетельствован тремя врачами-психиатрами, составивших заключение на основании медицинской кислины, зафиксированных в медицинской карте. Вот это заключение, я уже его показывал, полная чушь тут написана. Все как под копирку, везде одно и то же пишут. Самое главное, обратите внимание на печать. Врачебная комиссия, то есть это печать не юридического лица, не психиатрической больницы, а просто отсебятин. Также я уже показывал, что Гусенинов впоследствии отказался от своего мнения и признал, что я не опасен, не определяет его опасности для себя и окружающих. Вот вам и заключение. Меня с ним ознакомили 29 числа, хотя они проводили сразу при поступлении. На самом деле комиссии никакой не было. Приходил вот Фарид Альбертович, просто поговорили. Вот и вся комиссия. Дальше они пытаются оправдаться. Диагноз психиатрического расстройства был установлен в соответствии с общепризнанными международными стандартами международной классификации болезней 10 пересмотра. Что это такое? В соответствии с этой квалификацией для установления диагноза шизофрении достаточное наличие одного критерия из предложенных классификаций. Это получается угадай один из десяти. Попади в любую кегль из десяти. В соответствии с этой квалификацией для установления диагноза шизофрении достаточно наличия одного критерия из предложенных. Один из десяти. Нормально. В случае с ответчиком этим критерием является на протяжении большей части психотического эпизода длительностью не менее одного месяца отмечаются стойкие бредовые идеи, которые культурально неадекватны и совершенно невозможны по содержанию. То есть, если вы вдруг в течение одного месяца занимаетесь нетрадиционной медициной, что противоречит культуре, или носите фуражку задом наперед, что не вписывается в культуру данной местности, то вы попадаете под этот критерий. Так получается? А именно о том, что все живущие на земле люди разделены на живых и мертвых. Это были предположения. Все, что я говорил, это были мои предположения. Эта информация была мной узнана из интернета. И я, как исследователь, проверял эту информацию. Так это на самом деле или нет? Я это все высказал. Я и постоянно использую слова предполагая, возможно, наверное. У всех записаны даты смерти 31 декабря 1899 года. Ну, это частично правда. Вот, пожалуйста, даты смерти. 1899 год, 1231. Вот бухгалтера жалуются, что присутствует какая-то неизвестная дата смерти у всех. Чтобы стать живым, необходимо, согласно принятому в 1666 году на французском языке закону английского короля направить три заявления в три независимых государства Ватикан, Лондон и Вашингтон. И эту информацию донести до всех жителей земли. Это предположение из интернета. Эта информация размещена в интернете. Это не мои бредовые идеи. Это информация из интернета, которую я проверяю. Так оно на самом деле или нет? Тяжесть психического заболевания определяется наличием нарушений психотического уровня. Одним из таких нарушений является наличие бреда, который у ответчика имеется. В чем именно бред, не говорится. Административный ответчик Волгаков извещен надлежащим образом о месте проведения судебного заседания в суде апелляционной инстанции. Судебный заседание не явился. Как я мог явиться, если я незаконно удерживался в психушке? В судебном заседании представитель административного ответчика адвокат Рудик, представляющий интерес административного ответчика Волгакова на доводах апелляционной жалобы наставила в полном объеме. В этот раз адвокат был на моей стороне. Так, дальше. Судебная коллегия приходит к следующему, рассмотрев все материалы. Так, дальше приводятся нормы законов. Психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица или с его согласия. Согласия я ему не давал. Добровольно я не обращался. За исключением случаев, предусмотренных настоящим законом. В силу названных принципов и правил доказывания в административном суде производства психиатрического учреждения при обращении в суд обязаны доказывать наличие обстоятельств, которые являются основанием для принудительной госпитализации. Обязаны доказывать. Они этого не сделали. Они вообще послушали сотрудников полиции. И вот эти слова полицейских привели как к типа доказательству. В обосновании иска принудительной госпитализации психиатрический стационар административным истцом предоставлено два документа. Заключение врачей-психиатров 254 от 17 октября и письмо начальника ОМВД России по городу Сургуту. А это у нас Ерохов от 15 октября 2018 года. Есть два вот таких письма, но не от начальника ОМВД, а от некого Луценко ДН. Возможно, это Дмитрий Луценко. Это отдел экономической безопасности и противодействию коррупции. Я что, коррупционер, что ли? Или представляю экономическую опасность? В общем, вот такой документ о предоставлении информации, потом они его переделывают в обращение, пишут то же самое. Ни один документ не прикладывают, то есть приложений нету. Тот же самый Луценко пишет. Ну, по запросу Луценко Дмитрий была найдена вот такая фотография. Вот этот тот самый начальник отдела Т, я его называю отдел терроризма и экстремизма, который беседовал со мной и который мне посоветовал быть человеком. Да быть ты человеком, он сказал. Именно по его направлению меня сдали в психушку. То есть вот эти два документа, это все обоснования, которые они привели. В заключении один из врачей отказывается от своего мнения, а вот к этому письму не приложено ни одно доказательство. Все со слов неких сотрудников полиции. Согласно вышеуказанному письму начальника МВД России по городу Сургутова по линии Т, ведется работа в отношении гражданина Лугакова, который является одним из активных членов незрегистрированной общественной группы Ячей Створцент. Так, из бесед с Лугаковым следует, что он является представителем живого, живорожденного человека. Я сам живой, живорожденный человек. Вот вам пример акта о рождении, где четко прописано живой. Такие же акты есть со словом живорожденный. Вот вам еще один акт. Запись акта о рождении, номер такой, это стоит печать, все из акса, можете сами пойти сделать такую же форму. И тут в восьмом пункте написано живорожденный. Кто это может оспорить? Ну, со словом человек вы, наверное, думаю, не будете спорить, да? То есть они вот мне вменяют, что я где-то там на страничке присутствую, у которой вот такое название, что я сам себя называю живой, живорожденный человек. Звать Антон, а что, мы не можем использовать псевдонимы? Можете считать, что это псевдоним. Род Булгак. Булгак, я предполагаю, что у меня был предок, у которого было имя Булгак. Если кто не знает историю, фамилия Суворов происходит от человека, у которого было имя Сувор. Фамилия Лермонтов происходит от человека, у которого было имя Лермонт. Сын Николай мой. Да, я сын Николай, мой отец Николай. Где тут бред? Действующая в юридическом поле через свою персону, учредителем и бенефициаром, которым он является. Ну, туда они все напутали. Фамилия представляет непосредственную опасность для себя и окружающих граждан, так как по имеющейся информации, полученной в гражданках оперативно-расследовательных мероприятий Булгаков, склонен к суициду и нанесению самому в себе телесных повреждений. То есть, просто по имеющейся информации. Ни документов, ни чегон, ни судмедэкспертизы, ни чегон. Так, в соответствии с заключением врачей, дальше этот бред повторяется. Со слов сотрудников полиции известно, что со слов совместно отбывающих граждан носил в себе телесные повреждения. Ни одного документа не приложено. Ни видео, ни аудио, хотя все там камера у меня утыкано. Могли бы хотя бы одно видео приложить или хотя бы одно фото. На основании взложенного комиссия единодушно пришла к выводам о том, что в клинических проявлениях у Булгаковой выявляются стойкие признаки бредовых идей и величия особого значения, физического ущерба, реформаторства, выраженного психомоторного возбуждения, дезорганизация эмоционально-волевой сферы, нарушение мышления, агрессивные и аутоагрессивные действия, что является признаком тяжелого психологического расстройства в форме параноидальной шизофрики. Полный бред. То есть они давили именно на это, что если меня не полечить, то я буду буяни, еще что-то, буду причинять вред другим. Что за чушь? Посмотрите больше 100 видео на моем YouTube-канале, совершено больше 70 видеопоходов в разные организации. Как только там нас не провоцировали, и телефон разбивали, и Росгвардию на нас вызывали. Никаких таких действий не было с нашей стороны. Ни от кого. Основываясь на указанных документах, а также на объяснениях допрошенного в качестве эксперта Алексеева, суд пришел к выводу о правомерзности заявленных из 100 требований. Так у нас выглядит Алексеев. Вот самое главное. Судебная коллегия с выводами суда первой инстанции не соглашается, полагая их ошибочными. Между тем, представленный наисцом заключения комиссии врачей-психиатров этим требованиям не соответствует, поскольку в нем отсутствует указание на критерии определения диагноза психического заболевания Булгакова и его тяжести. Отсутствует сведения о осмотре Булгакова комиссии, отсутствует описание общего состояния Булгакова и его поведения. Все отсутствует. Основываясь, на чем они такое приняли решение, просто пришли, поговорили со мной и все, и решили. Из заключения непонятно, на основании каких фактических данных комиссия пришла к выводу о наличии от ответчика психического заболевания параноидной шизофрении с параноидным синдромом. К выводу о тяжести этого заболевания, наличии у ответчика признаков грядовых идей величия, особого значения, физического ущерба и так далее, агрессивных действий, в то время как из буквального толкования текста, представленного заключения, следует, что к выводу о наличии у ответчика тяжелого психического заболевания. Комиссия пришла исключительно на основании слов неустановленного сотрудника полиции. Вот это комиссия, да? Пришел полицейский, сказал, он псих. Они согласились, да, он псих. Все, сделали заключение, подписали. Нормально? Не могут быть приняты во внимание объяснения врача, психиатра Сургутской клинической психоневрологической больницы Алексеева, допрошенного судом в качестве эксперта. Согласно абзацу 1, статья 7 Федерального закона 73 о государственной судебной экспертной деятельности в Российской Федерации, при производстве судебной экспертизы эксперт независим. Он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу. А Алексеев у нас, получается, в прямом подчинении находится у главврача психушки Новикова Андрея Петровича. Вот его замы Чернова и сам Алексеев. Заместитель руководителя по экспертной работе высшей квалификационной категории. Вот он в прямом подчинении у юрлица, у директора юрлица, у главврача, так называемого. То есть он, по сути, заинтересованное лицо. Он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначавших судебную экспертизу. Стороны и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Вообще судебной экспертизы не было. Они сначала должны были судебную экспертизу назначить, выяснить, психия на самом деле или нет. А они просто свое заключение состряпали на основе слов сотрудника полиции и вперед. Все, назначат лечение, подают административный иск в суд, назначат лечение на неопределенный срок, на всю жизнь. Эксперт дает заключение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями. Материалами дела подтверждаются, что проведение каких-либо судебных экспертиз врачу-психиатру Алексееву Игорь Вячеславович не только не поручалось, но и в силу закона не могло быть поручено в связи с нахождением его в прямой зависимости от административного истца, который является его работодателем. То есть, выступать в качестве эксперта ему никто не поручал. А даже если поручил, то это противозаконно. То есть, он там присутствовал просто как частное лицо. Мнение частного лица судья Бурлутский принял за основу в своем постановлении, чтобы назначить мне принудительное лечение. К тому же, он находится в прямой зависимости от административного истца, который является его работодателем. Запоминайте, судья Бурлутский. Алексеев мог быть допрошен судом в качестве свидетеля, так как он является одним из врачей-психиатров, составивших заключение 254. Однако, в этом качестве он опрошен не был. Об уголовной ответственности за отказ и за дачу показаний и за дачу заведомо ложных показаний не предупреждался. То есть, пришел какой-то человек, что-то там высказал в мой адрес. И судья Бурлутский принял, не предупредив его за дачу ложных показаний, положил его слова в основу принятия решения. Неверно определенный процессуальный статус врача психиатра Алексеева препятствует оценке его объяснений в качестве доказательства административного дела. Согласен. Также, не могут быть приняты в качестве доказательства объяснения матери ответчика Булгаковой, так как они были получены с нарушением статьи 51 Конституции Российской Федерации после ее отказа свидетельствовать против своего сына. То есть, она сказала, что он над ним будет свидетельствовать на основе 51-й статьи. А ее все равно продолжили это допрашивать. Нормально? И потом ее слова тоже в определение, по-моему, вошли. Самое главное, доводы ИСА о том, что Булгаков является одним из активных членов незарегистрированной общественной группы «Я часть Творца Единого Бесконечного Создателя» и называя себя Антон Рот Булгак, сами по себе достаточными и безусловным доказательством наличия у ИСА тяжелого психического заболевания не является, так как указанные идеи признаны и распространены среди всех членов этой субкультуры. живые, живорожденные, поздравляю вас, вы официально признаны не психами. То, что вы являетесь живорожденными и живыми, это не является доказательством наличия у вас психического заболевания тяжелого, так как указанные идеи признаны и распространены среди всех членов этой субкультуры. С ума сходит по одиночке. Массово с ума никто не сходит. Что подтверждается письмом на имя председателя Сургутского городского суда, члена организации ФИСИК-АИА, подписанным как представителем живого человека, живорожденного мужчины. Зовут Игорь из рода ФИСИК, сын Александра. А также заявление в член организации. Какой организации? Нет никакой организации. Очнитесь. Субкультура может и есть, но организации никакой нет. Ни группы, ни организации. Каждый сам по себе. Также заявление владыка, поданного от имени человека С. Круги. Ну и такой знак копирайт. Все права защиты. С печатью все права защиты и без ущерба. То есть множество людей подтверждает, что они живые и живорожденные в человеке. Мужчины и женщины. Кто это может оспорить? Это невозможно оспорить. И вот это они хотят представить как тяжелое психологическое заболевание. А вот судебная коллегия Хантамасийская это опровергает и дает четкое определение, что указанная идея безусловным доказательством наличия тяжелого психического заболевания не являются. Все. Все, кто говорит живой, живорожденный человек, мужчина, женщина, не являются психически больными. Это очень важный прецедент. Подтверждение ИСЦА о том, что Булгаков в связи с имеющимся у него заболеванием представляет непосредственно опасность для себя и окружающих, судебные коллеги считают необоснованным, так как доказательства этому отсутствуют. Более того, есть подтверждение самого врача, который составил заключение 254, что Булгаков не определяет его опасности для себя и окружающих. Вот его роспись. При этом ссылки представителей ИСЦА о том, что указанные обстоятельства были установлены сотрудниками полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий, вследствие чего заказывания не нуждаются, судебные коллеги отклоняются. Как так? Вот мы надыбали такие сведения в рамках оперативно-розыскных мероприятий? Все, верьте нам. Это истина. Так как силу закона обязанности квалификации психического состояния ответчика, обуславливающего его опасность для себя и для окружающих, лежит именно на ИСЦЕ. И делегирование этой обязанности сотрудникам полиции за кодом не допускается. То есть психушка как административный истец подает иск административный и пытается бремя доказательства моего психического состояния свалить на сотрудников полиции. То есть они пишут со слов сотрудников полиции. У нас есть слова сотрудников полиции, которые не пришлешь к делу. Так вот и вот эти слова, которые не пришлешь к делу, это типа доказательства. А мы сами ничего доказывать не будем. Вот так они делают. Кроме того, ни в письме начальника МВД России по городу Сургута, ни в заключении комиссии врачей и психиатров не указано, на основании каких именно высказываний или действий Булгакова истец пришел к таким выводам. То есть, вообще никаких доказательств. Даже предположений. Утверждение административного о том, что в связи с имеющимся у Булгакова психическим заболеванием существует реальная угроза наступления значительного вреда его здоровью вследствие ухудшения его психического состояния, если он будет оставлен без психиатрической помощи. Судебные коллеги также располагают необоснованными, так как они ничем не доказаны и не мотивированы. Ну, вообще ничего нету. Никаких доказательств, что у меня что-то там есть и чем-то я могу быть опасен. Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного суда РФ от 5 марта 2009 года, номер 544, по жалобе гражданкой Хорошавцевой Надежды Николаевны на нарушение ее конституционных прав, обязательно должно производиться его освидетельствование. В противном случае невозможно установить, требует ли психическое расстройство немедленного медицинского вмешательства. То есть обязательно перед тем, как подать в суд на принудительное лечение, должны провести освидетельствование, а оно не было произведено. То есть они просто пропустили этап, когда нужно подать в суд на установление психического расстройства. Это еще раз доказывает, что мое задержание придерживалось сценария беспредела, а не закона. Поскольку такое освидетельствование в силу статьи 23.24 закона РФ о психиатрической помощи возможно лишь по решению суда, которое в настоящем случае не принималось, не было его, а психиатрическое освидетельствование не проводилось, судебная коллегия считает порядок оказания психиатрической помощи Булгаку нарушенным. А обращение с настоящим иском в суд о принудительной госпитализации ответчика в психиатрический стационар преждевременным, то есть поторопились, поторопились, ребят. Исходя из изложенного, судебная коллегия считает, что вывод суда первой инстанции судей Булгакова о необходимости принудительной госпитализации Булгакова в психиатрический стационар в связи с наличием у него тяжелого психического расстройства, обуславливающего здоровье вследствие ухудшения, если он будет оставлен, не основан на доказательствах, предъявленных в суду. Нет доказательств. Недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела в силу пункта 2, часть 2, статьи 310 КАС, является основанием для отмены решения суда в апелляционном порядке, поскольку это нарушение привело к принятию неправильного решения. Булгусский поздравляет, ты сам принял неправильное решение. При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу об отмене решения суда и вынесении нового решения об отказе Сургутской клинической психоневрологической больнице Булгакова о госпитализации гражданина в психиатрический стационар в недопровольном порядке. Все, отказать. Руководство судебной коллегии определило решение Сургутского городского суда от 19 октября 2017 года отменить, принять по делу новое решение, которым в удовлетворении психушки требований к Булгаку Антону Николаевичу о госпитализации психиатрической стационарной в недопровольном порядке отказать. Председатель Волков, судьи Погорельцева и Начаров. Копию выдал сам Бурлуцкий 13 февраля. Очень долго мы били, чтобы получить эту копию. Не хотели выдавать, игнорировали полностью, не отвечали на наши запросы. Несколько раз мы требовали. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Помощник судебный, Кшов Роман. Роман Владимирович, да? Да. Подскажите, Антон Николаевич Булгаков, поступила мне информация, что Бурлуцкий наложил резолюцию, что с материалами дела могу ознакомиться только я. Я не в курсе. Узнайте, пожалуйста, эту информацию, меня интересует, на каком основании. Что я должен узнать, простите? На каком основании судья Бурлуцкий наложил резолюцию на ознакомление с моими делами? В моей служебной обязанности не входит узнать такую информацию. Телефон Бурлуцкого, подскажите. Городское судорство. Роман Владимирович? Что хотели? Антон Николаевич Булгаков, вы в прошлый раз трубку бросили. Подскажите, мне нужен телефон Бурлуцкого. Не положено давать телефон Бурлуцкого. Как мне поговорить с Бурлуцким? Никак. Запишите мой телефон. Не буду. В смысле не будете? Зачем мне он нужен? Я требую, чтобы Бурлуцкий мне перезвонил и объяснил, на каком основании он наложил резолюцию, что с делом могу ознакомиться только я лично. Не предусмотрено давать пояснение по своим решениям. Как это не предусмотрено? Вы кому служите? Народу или сами себе? Это вот тоже я вам не должен пояснить. Как это не должны? Я вам ничего не должен. Вы не должны? Вы и должностное лицо или нет? А вы со мной так разговариваете, как будто я вам что-то должен. Вы и должностное лицо? Почему я должен отвечать на этот вопрос? Ну, элементарный вопрос. Вы не мешаете мне работать. Я отстаиваю свои права и свободы. Вы нарушаете мои права и свободы. Я тут при чем? Как при чем? Вы мешаете мне работать. Вы препятствуете в выяснению информации. Вы отказываетесь при доставлении информации. Я не препятствую вам. Ответьте на вопрос. Вы должностное лицо? Кстати, это первый документ, который выдал Сургутский городской суд. Я много видел постановлений. И это первый документ, который я вижу, который прошит нитками. Прошит и пронумерованно. Ну, насчет пронумерованно. Это... Еще надо поспорить. Вот так карандашом 220 написано. Это пронумерованно. Это не страница. Это неизвестно что. 219. Это номер. Ну, допустим, пронумерованно. Всего там на столько-то листах. Должность FIWA. Печать вроде как поставили. Опять же, нет ОГРН. Нет ННН. То есть, эта организация, непонятно какая, не зарегистрирована в налоговой инспекции. То есть, они налоги не платят. Я так предполагаю. Вот, пожалуйста. Судья Бурлуцкий расписался в собственной некомпетентности. Пожалуйста, можете пользоваться... Ссылаться на это дело. Что... Номер 33А-8969-2018. Сургутский городской суд. Судья Бурлуцкий. Можете ссылаться на то, что живые, живоразненные человеки не являются психическими больными. И так же можете ссылаться... Судья Бурлуцкий у нас является действующим судьей. Якобы судьей Российской Федерации. И те, кто находится в городе Сургуте, или окажется вдруг там с области, или еще как-то попадет под его, скажем так, горячую руку. Можете спокойно ему заявлять отвод на основании вот этого дела. Что он принимает неадекватные решения. Неправомерные, незаконные решения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok